С наступлением теплой погоды я как автомобилист задумался о том, что пора менять зимнюю резину на летнюю. Но сейчас такой период, когда температура ночью может опуститься до нуля. Так когда же нужно все-таки менять резину? Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Первым делом мы отправились на шиномонтаж, чтобы проконсультироваться с экспертом. Как показывает статистика, часть водителей спешат переобуться. Но есть определенные правила, когда стоит менять зимнюю резину на летнюю. В идеале это, например, на летние шины переобуваться при среднесуточной температуре плюс 7. То есть, ну и по законодательству с 1 апреля, в принципе, уже можно, да, они плюс-минус рассчитали температурный диапазон. Состав летней и зимней резины разный, почему они, в принципе, и распределяются, да. У зимней резины состав мягче. Соответственно, она при высоких температурах, то есть уже выше плюс 7, она начинает условно плавиться, то есть еще мягче становится. И тот же самый тормозной путь летом на зимней резине аналогичен, что на летней резине зимой по гололеду. В Брянской области столбик термометра днем поднимается уже до 16 градусов тепла. На выходных синоптики обещают и того больше. Поэтому по температуре менять резину уже пора. Но как ее правильно выбрать? Как утверждают эксперты, она имеет свой срок годности. Рекомендую все изготовители шин. Срок службы в шинах имеет 5 лет. И считаю, что спустя 5 лет стояла шина, не стояла она на машине. Ее желательно поменять. Так как она теряет свои свойства, усыхается и тому прочее. Эластичность также она терять будет. Рекомендую всегда выбирать шину по стандартам, чтобы по машине, как положено, если стоит по заводу изготовителя, размерный ряд правильный. Ни выше, ни ниже, ни шире придумывать из машины велосипеды я никогда не рекомендую. Автомобилистам еще стоит учитывать тот факт, что передние колеса автомобиля обычно изнашиваются быстрее задних. При замене резины на ту, что использовали в прошлом сезоне, некоторые советуют менять шины местами, чтобы сделать износ более равномерным. Кроме этого, для тех, кто не успел переобуть свой автомобиль, предусмотрено наказание. С 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации номер 837. Согласно изменениям в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, добавлено несколько позиций. На транспортном средстве установленные применяются в летний период июнь-июль-август зимние шины. При наличии одного из вышеуказанных признаков водитель будет оштрафован, согласно положению статьи 12.5 Кодекса России об административных правонарушениях, на сумму 500 рублей. Как видите, факторов поменять резину с наступлением теплой погоды достаточно много. Поэтому записывайтесь на шиномонтаж и безопасного вам движения на дорогах. Дмитрий Белов, Алексей Рязанцев, Брянск.